Ива Афонская Россия, по мнению Путина, на другие национальные идеи. Более того, он приказал вести в школах воспитание патриотизма. Это заявление вполне в духе современного российского режима, который всеми силами пытается внушить народу идею патриотизма, так же, как и предыдущий советский режим. И чем хуже жизнь в стране, тем больше власть пытается внушить народу эту идею. Но что как же иначе удержать народ от того, чтобы он не убегал из страны? Что он все больше и делает. А вот давайте посмотрим, что писали о патриотизме классики русской литературы. И прежде всего, самый главный классик нашей литературы – Лев Толстой. Вот для меня он больший авторитет, чем господин Путин, и его мнение мне ценно больше. Но, к сожалению, большинство жителей нашей страны не читали Толстого дальше школьной программы. А какая-то часть и школьной программы не читала. А школьная программа ограничена романами «Война и мир» и Анна Каренина. О философских сочинениях Толстого не читали и не знают. А зря. Нашли бы в них много интересного и полезного по разным вопросам жизни. Это был великий человек с великими мыслями, недаром настолько ставший властителем дум своего времени, что его считали вторым царем России, духовным царем России. И то, что он писал, остается актуальным и в наше время, несмотря на то, что было написано в прошлом. Потому что то, о чем он писал, это важные вопросы, которые будут актуальны всегда, независимо от времени. И устареть не могут в принципе. Это основные вопросы жизни. Читать Толстого нужно и необходимо. Потому что, не читая его, люди вырастают нравственными уродами и зомби, которым можно внушить самые безнравственные и бредовые идеи, которые идут за отрицательными лидерами, такими как Гитлер, Сталин и в их ряду и Путин. И конкретно мысли Толстого о патриотизме необычайно актуальны сейчас, в связи с тем, что происходит сейчас в России, в связи с политикой нашего правительства и президента. Причем у меня так получилось, что до того, как я прочла произведение Толстого на эту тему, я сама самостоятельно пришла к тем же мыслимым взглядам. И когда я прочла произведение Толстого, я была прямо удивлена тому, насколько мои мысли совпадали с мыслями великого классика. Вплоть до каких-то прямо текстуальных совпадений. Ну вот давайте посмотрим, что писал Толстой о патриотизме. В основном этой теме посвящены три его философских произведения. Это одна глава философской книги «Путь жизни» под названием «Суеверие патриотизма». Само название уже говорит за себя. А также две статьи «Христианство и патриотизм» и «Патриотизм и правительство». И если говорить о его взглядах на этот предмет в целом, то в отличие от господина Путина, Толстой считал, что патриотизм ни в коем случае не должен быть национальной идеей. Потому что это не добродетель, а наоборот порог. Что патриотизм – это самое грубое суеверие, обман, рабство и пережиток прошлого, для которого в современном мире нет никаких нравственных оснований. Это отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение тем, кто во власти. То свойственен он людям низкого интеллектуального и нравственного уровня. Что чувство патриотизма и любви к своей стране не является врожденным качеством и свойственным всем людям, а прививается специально правящей властью путем воспитания и пропаганды. Что представление о том, что чувство патриотизма – это высокое нравственное чувство, которое должно быть свойственно всем людям, и специально воспитываться в них, совершенно несправедливо. Что это чувство невысокое, а напротив, очень глупое и безнравственное. Потому что оно заключается в предпочтении своего народа другим народам и другим государствам. И приводит, в конечном счете, к желанию приобрести выгоды для своего народа и государства в ущерб другим народам и государствам. Что несправедливо, эгоистично и безнравственно. Что патриотизм не сулит людям никакого, кроме ужасного будущего. Что патриотизм противоречит христианской религии, ее идеологии, этике и морали. И, следовательно, настоящий христианин не должен быть патриотом. Потому что идеалом христианства является всемирное братство народов и братская любовь ко всем. А не предпочтение своего народа и государства выше других. Что патриотизм – это плохая идеология, потому что она разъединяет людей разных стран. А им необходимо соединяться, чтобы жить в мире и дружбе. А также он считал, что патриотизм – это орудие для достижения властолюбивых и красотолюбивых целей правителей. Особенности для устраивания войн. Я уверена, что большинство слушателей, как воспитанных в советское время, так и поколения воспитанных в путинское время, и в том и в другом случае воспитанных на идее патриотизма, которым с детства внушали, что патриотизм и хорошо, и надо быть патриотом, а не быть патриотом – это плохо, сейчас в шоке, все это услышав. И они никак не могли представить себе, что автор «Войны и мира» мог иметь такие взгляды. Как видите, мнение Толстого резко отличается от мнения Путина. У него оно прямо противоположное. И у него тезис о том, что национальной идеей России должен быть патриотизм, вызвало бы крайнее неприятие и негодование. Ведь он как раз считал, что патриотизм ни в коем случае не должен быть национальной идеей ни России, ни какой-либо другой страны. Но чтобы не быть голословной, я приведу цитаты и произведения, из которых они взяты. Лев Толстой, книга «Путь жизни», глава 4 «Суеверие патриотизма». Патриотизм не представляется ничем иным, как самым грубым суеверием. Глупо, когда один человек считает себя лучше других людей, но еще глупее, когда целый народ считает себя лучше других народов. А вот из статьи Толстого «Христианство и патриотизм». Патриотизм в самом простом, ясном, несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и коростных целей, а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение тем, кто во власти. Так он проповедуется везде, где проповедуется патриотизм. В патриотизме нет братской любви, которую исповедовал и защищал Христос. Рожда между народами вызывается их правительствами, играющими на патриотических чувствах. Патриотизм требует от людей прямо противоположного тому, что составляет идеал нашей религии и нравственности. Не признание равенства и братства всех людей, а признание одного государства и народности, преобладающего над всеми. Предполагается, что чувство патриотизма есть, во-первых, чувство всегда свойственное всем людям, а во-вторых, такое высокое нравственное чувство, что при отсутствии его должно быть возбуждаемо в тех, которые не имеют его. Но ведь ни то, ни другое несправедливо. Так, например, в России, где патриотизм в виде любви и преданности к вере царю и Отечеству с необыкновенной напряженностью всеми находящимися в руках правительства орудиями, церкви, школы, печати и всякой торжественности, прививается народу, русский рабочий человек, сто миллионов русского народа, несмотря на ту незаслуженную репутацию, которую ему сделали, народу, особенно преданного своей вере царю и Отечеству, есть народ самый свободный от обмана патриотизма и от преданности вере царю и Отечеству. Говорят о любви русского народа к своей вере царю и Отечеству. А между тем, не найдется в России ни одного общества крестьян, которое бы на минуту задумалось о том, что ему выбрать из двух предстоящих мест поселения. Одно в России с русским батюшкой-царем, как это пишется в книжках, и святой верой православной в своем обожаемом Отечестве, но с меньшей и худшей землей, или без батюшки-белого царя и без православной веры, где-либо вне России, в Пруссии, Китае, Турции, Австрии, но с несколько большими и лучшими угодьями, что мы и видели прежде и видим теперь. То же самое мы видели на переселенцах англичанах, голландцах, немцах, переселяющихся в Америку, всяких других народностях, переселяющихся в Россию. Если патриотические чувства так свойственны народам, то оставили бы их свободно проявляться, а не возбуждали бы их всеми возможными и постоянными исключительными искусственными средствами. А то с детства всеми возможными средствами, школьными учебниками, церковными службами, проповедями, речами, книгами, газетами, стихами, памятниками, все в одном и том же направлении одурят народ, потом соберут насильно или подкупом несколько тысяч народа, и когда эти собравшиеся тысячи, которым пристанут еще все зеваки, которые всегда рады присутствовать при всяком зрелище, и когда вся эта толпа при звуках стрельбы из пушек музыки и при виде всякого блеска и света начнет кричать то, что прокричат перед ней, нам говорят, что это выражение чувств всего народа. То, что называется патриотизмом, в наше время есть только, с одной стороны, известное настроение, постоянно производимое и поддерживаемое в народе школой, религии, подкупной прессой, в нужном для правительства направлении. С другой, временное, производимое впечатление низших по нравственному и умственному даже уровню людей народа, которой выдается потом сопостоянное выражение воли всего народа. Чувство это есть в самом точном определении своем не что иное, как предпочтение своего государства или народа всякому другому государству и народу. Чувство вполне выражаемое немецкой патриотической песней Deutschland, Deutschland über alles Германия, Германия выше всех, в которую стоит только вместо Deutschland ставить Русланд, Франция, Италия и так далее, какое-либо другое государство. Будет самая ясная формула высокого чувства патриотизма. Очень может быть, что чувство это очень желательно и полезно для правительства и для цельности государства, но нельзя не видеть, что чувство это вовсе не высокое, а напротив, очень глупое и очень безнравственное. Глупое потому, что если каждое государство будет считать себя лучше всех других, то очевидно, что все они будут неправы. И безнравственно потому, что оно неизбежно влечет всякого человека, испытывающего его, к тому, чтобы приобрести выгоды для своего государства и народа, ущерб другим государствам и народам. Влечение прямо противоположное основному признаваемому всеми нравственным закону. Не делай другому и другим, чего бы мы не хотели, чтобы нам делали. Как же может быть патриотизм добродетелю в наше время, когда он требует от людей прямо противоположного тому, что составляет идеал нашей религии и нравственности? Не признание равенства и братства всех людей, а признание одного государства и народности, преобладающего над всеми остальными. Но мало того, что чувство это в наше время уже не только не есть добродетель, но и несомненный порог. Чувство этого, то есть патриотизма в истинном его смысле, в наше время не может быть, потому что нет для него ни материальных, ни нравственных оснований. Патриотизм, то есть желание отстоять от нападения варваров, не только готовых разрушить общественный порядок, но угрожающих разграблениями и поголовными убийствами, и пленением, и обращением в рабство мужчин, и снасилованием женщин, было чувством естественным. И понятно, что человек для избавления себя и своих соотечественников от таких бед мог предпочитать свой народ всем другим и испытывать враждебное чувство к окружающим его варварам и убивать их, чтобы защитить свой народ. Но какое же значение может иметь это чувство в наше христианское время? На каком основании для чего может человек нашего времени, русский, пойти убивать французов, немцев или француз-немцев, когда он знает очень хорошо, что люди другого государства и народа, которому возбуждается его патриотическая враждебность, не варвары, а точно такие же люди, христиане, как и он, часто даже одной с ним верой и исповедания, точно так же, как и он, желающий только мира и мирного обмена труда, и кроме того, еще большей частью связанные с ним или интересами общего труда, или торговыми, или духовными интересами, или теми и другими вместе. Люди государств самых однородных, как Россия, Франция, Пруссия, не могут уже испытывать того чувства патриотизма, который был свойственен древней, потому что очень часто все главные интересы их жизни, иногда семейные, он женат на женщине другого народа, экономические, капиталы его за границей, духовные, научные или художественные, все не в своем отечестве, а вне его, в государстве, в котором возбуждается его патриотическая ненависть. Как скоро христианское просвещение одинаково внутренне преобразило все эти государства, дав им одни и те же основы, патриотизм стал уже не только не нужен, но стал единственным препятствием для того единения между народами, которому они готовы по своему христианскому сознанию. Патриотизм в наше время есть жестокое предание уже пережитого периода времени, которое держится только по инерции, и потому, что правительство и правящие классы, чувствуя, что с этим патриотизмом связана не только их власть, но и существование, старательно и хитростью, и насилием возбуждают и поддерживают его в народах. Патриотизм в наше время подобен лесам, когда-то бывшим необходимым для постройки стен здания, которые, несмотря на то, что они одни теперь мешают пользованию зданиям, все-таки не снимаются, потому что существование их выгодно для некоторых. Суду христианскими народами уже давно нет и не может быть никаких причин раздора. Правительства уверяют народы, что они находятся в опасности от нападения других народов и от внутренних врагов, и что единственное средство спасения от этой опасности состоит в рабском поминовении народов правительства. Так это с полной очевидностью видно во время революции и диктатур. И так это происходит всегда и везде, где есть власть. Всякое правительство объясняет свое существование, оправдывает все свои насилия тем, что если бы его не было, было бы хуже. Уверив народы, что они в опасности, правительство подчиняет себе их. Когда же народы подчиняются правительствам, правительство эти заставляют народы нападать на другие народы. И таким образом для народов подтверждают суверение правительства в опасности от нападения со стороны других народов. Девите Эд Импере. Разделяй и властвуй. Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корастных целей, а для управляемых – отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. Так он и проповедуется везде, где проповедуется патриотизм. Патриотизм есть рабство. Подчинение же людей правительством всегда будет, пока будет патриотизм, потому что всякая власть основывается на патриотизме, то есть на готовности людей ради защиты своего народа, отечества, то есть государства, от мнимо угрожающих ему опасностей, подчиняться власти. Страшно сказать, но нет и не было такого совокупного насилия одних людей над другими, которое не производилось бы во имя патриотизма. Правительство и правящие классы всеми силами стараются удержать то старое общественное мнение патриотизма, на котором построена их власть, и остановить проявление нового, которое уничтожает ее. Но удержать старое и остановить новое можно только до известных пределов, точно так же, как только до известного предела можно плотиной задержать текущую воду. Сколько бы ни старались правительство возбуждать в народах несвойственное им уже общественное мнение прошедшего о достоинстве и доблестях патриотизма, люди нашего времени уже не верят в патриотизм, а все больше и больше верят в солидарность и братство народов. Патриотизм уже не представляет людям никакого, кроме самого ужасного будущего. Братство же народов составляет тот общий идеал, который все более и более становится понятным и желательным человечеству. И потому переход людей от прежнего, от житого общественного мнения к новому, неизбежно должен совершиться. А в статье «Патриотизм и правительство» Толстой писал, что патриотизм есть в наше время чувство неестественное, неразумное, вредное, причиняющее большую долю тех бедствий, от которых страдает человечество, и что поэтому чувство это не должно быть воспитываемо, как это делается теперь, а напротив, подавляемо и уничтожаемо всеми зависящими от разумных людей средствами. Что чувство патриотизма есть чувство грубое, вредное, стыдное и дурное, а главное – безнравственное. Грубое чувство потому, что оно свойственно только людям, стоящим на самой низкой ступени нравственности, ожидающим от других народов тех самых насилий, которых они сами готовы нанести им. Вредное чувство потому, что оно нарушает выгодные и радостные мирные отношения с другими народами. Постыдное чувство потому, что оно обращает человека не только в раба, но в бойцового петуха, быка, гладиатора, который губит своей силой жизнь для целей не своих, а своего правительства. Чувство безнравственное потому, что вместо признания себя сыном Бога, как учит нас христианство, или хотя бы свободным человеком, руководящимся своим разумом, всякий человек под влиянием патриотизма признает себя сыном своего Отечества, рабом своего правительства и совершает поступки, противные своему разуму и своей совести. Не может не быть полезным для людей освобождение от патриотизма и уничтожение сиждущегося на нем диспотизма правительства. Несмотря на то, что некоторые утверждают, что вреден только дурной патриотизм, шовинизм, но что настоящий хороший патриотизм есть очень возвышенное нравственное чувство, осуждать которое не только неразумно, но преступно, но в чем состоит этот настоящий хороший патриотизм, или вовсе не говорится, или вместо объяснения произносятся напыщенные высокопарные фразы, или же подставляется под понятие патриотизма нечто, не имеющее ничего общего с тем патриотизмом, который мы знаем и от которого все так жестоко страдаем. Говорится обыкновенно, что настоящий хороший патриотизм состоит в том, чтобы желать своему народу или государству настоящих благ, таких, которые не нарушают благ других народов. Невоображаемый, а действительный патриотизм, тот, который мы все знаем, под влиянием которого находится большинство людей с нашего времени и от которого так жестоко страдает человечество, не есть желание духовных благ своему народу, потому что желать духовных благ нельзя одному своему народу, ни особенности народных индивидуальностей. Это есть свойства, а никак не чувства, а есть очень определенное чувство предпочтения своего народа или государства всем другим народам или государствам, и потому желание этому народу или государству наибольшего благосостояния и могущества, которые могут быть приобретены и всегда приобретаются только в ущерб благосостоянию и могуществу других народов или государств. Казалось бы, очевидно, что патриотизм, как чувство, есть чувство дурное и вредное. Как учение же, учение глупое, так как ясно, что если каждый народ и государство будут считать себя наилучшими из народов и государств, то все они будут находиться в грубом и вредном заблуждении. Казалось бы, и зловредность, и неразумие патриотизма должны быть очевидны людям. Но удивительное дело, просвещенные и умные люди не только не видят этого сами, но с величайшим упорством и горячностью, хотя и без всяких разумных оснований, оспаривают всякое указание на вред и неразумие патриотизма и продолжают восхвалять благодетельность и возвышенности. Толстой пишет, что идея патриотизма существует потому, что правящие классы создает и поддерживает ее силами пропаганды, подконтрольных ими СМИ, системой образования. А поддерживают они эту идею в своих корыстных интересах, потому что она им выгодна. Люди, которым выгодно поддержание этой идеи, не имеющие уже никакого ни смысла, ни пользы, искусственно поддерживают ее. Обладая же могущественнейшими средствами влияния на людей, они всегда могут делать это. Происходит это от того, что правящие классы могут удерживать свое исключительно выгодное в сравнении с народными массами положение только благодаря государственному устройству, поддерживаемому патриотизмом. Всякий чиновник тем более успевает по службе, чем он более патриот. Точно так же и военный может подвинуться в своей карьере только на войне, которая называется патриотизмом. И Толстой пишет о том, что воины являются следствием патриотизма. Патриотизм и последствия его, воины, дают огромный доход газетчикам и выгоды большинству торгующих. Всякий писатель, учитель, профессор тем более обеспечивает свое положение, чем более будет проповедовать патриотизм. В руках правящих классов поиска, деньги, школа, религия, пресса. В школах они разжигают в детях патриотизм историями, описывая свой народ лучшим из всех народов и всегда правым. А взрослых разжигают это же чувство зрелищами, торжествами, памятниками патриотической лживой прессы. Толстой находит неоспоримую очевидную зависимость только от этого чувства, разоряющих народ всеобщих вооружений и губительных войн. Находит в нем отсталость, несвоевременность и вред. Народы без всякого разумного основания, противные своему сознанию и своим выгодам, не только сочувствуют правительству в их нападениях на другие народы, в их захватах чужих владений и в отстаивании насилием того, что уже захвачено, но сами требуют этих нападений, захватов и отстаиваний, радуются им, гордятся ими. В этой статье, написанной им в последний год XIX века, Толстой не только описывает то, что происходило в истории, в прошлом, но все это стало удивительным пророчеством того, что произошло потом, в XX веке, и продолжается, к сожалению, в наше время. Рабская покорность масс, поэме патриотизма, и дерзость, жестокость и безумие правительств уже не знали пределов. Начались наперебой вызываемые отчасти прихотью, отчасти тщеславием, отчасти корыстью захвата чужих земель в Азии, Африке, Америке и все больше и больше недоверия и озлобления правительств друг к другу. Уничтожение народов на захваченных землях принималось как нечто само собой разумеющееся. Вопрос только был в том, кто прежде захватит чужую землю и будет уничтожать ее обитателей. Все правители не только самым явным образом нарушали и нарушают против покоренных народов и друг против друга самые первобытные требования справедливости, но совершали и совершают всякого рода обманы, мошенничества, подкупы, подлоги, шпионства, грабежи, убийства. И народы не только сочувствовали и сочувствуют всему этому, но радуются это тому, что не другие государства, а их государства совершают эти злодеяния. Взаимная враждебность народов и государств достигла в последнее время таких удивительных пределов, что несмотря на то, что нет никакой причины одним государством нападать на другие, все знают, что все государства всегда стоят друг против друга с выпущенными когтями и оскаленными зубами и ждут только того, чтобы кто-нибудь впал в несчастье и ослабел, чтобы можно было с наименьшей опасностью напасть на него и разорвать его. Но мало и этого, всякое увеличение войска одного государства, а всякое государство, находясь в опасности ради патриотизма, старается увеличить его, заставляет соседние тоже из патриотизма увеличивать свои войска, что вызывает новое увлечение первого. То же происходит с крепостями, флотами. Одно государство построило 10 броненосцев, соседние построили 11, тогда первое строит 12, и так далее в бесконечной прогрессии. Положение все ухудшается и ухудшается. Как это верно показывает сегодняшнюю ситуацию в мире с гонкой вооружений, и, что самое страшное, при наличии ядерного оружия, способного уничтожить человечество. При этом Толстой отмечает, что сами народы не хотят войны и не хотят нападать друг на друга. Они хотят мирной жизни, а источником войн являются правительства. Ни один народ не хочет нападать и не нападает на другой. И потому правительства не только не желают мира, но старательно возбуждают ненависть к себе других народов. Если правительства были нужны прежде для того, чтобы защищать свои народы от нападения других, то теперь, напротив, правительства искусственно нарушают мир, существующий между народами, и вызывают между ними вражду. Это самое заставляет правительство делать свои народы, разрушать то единение, которое существует, и ничем бы не нарушалось, если бы не было правительства. Простой народ во Франции, Германии, Англии, Америке против войны. Люди, имеющие жены, родители, детей, дом, не имеют желания уходить, драться с кем бы то ни было. Эти мысли Толстого показали свою правильность и актуальность, особенно после его смерти, в 20 веке, когда возникли фашистские и нацистские режимы, признаком которых стала усиленная пропаганда патриотизма и национализма. И любые тоталитарные режимы, фашистские, коммунистические, стремящиеся к войне, использующие идеологию патриотизма в целях мобилизации народа на войну. И я нахожу просто поразительным тот момент, что, говоря о патриотизме, Толстой вспоминает немецкий лозунг Deutschland über alles. Мы все помним, чем этот лозунг кончился. Немецким фашизмом и нацизмом и Второй мировой войной. Толстой был не только великим духовным лидером, но пророком, предвидевшим события 20 века, в том числе, связанной с идеей патриотизма. Также очень актуальны для нашей современности мысли Толстого о том, что наше время – время всемирного общения и единения народов. Поэтому глупа и неуместна любовь к одному своему народу и предпочтение его над всеми. Потому что наше время – время еще большего единения народов и укрепления международных связей, интеграции, как сейчас говорят, глобализации. Этот процесс в наше время еще более, чем во время Толстого, разбился и углубился. И будет усиливаться в будущем. Только все больше и больше. Как правильно и актуально для нашего времени замечание Толстого, что люди из разных стран в наше время связаны между собой в разных областях жизни. Интересы человека могут быть в другой стране. Семейный, потому что он может иметь супруга или супругу из другой страны. Его дети могут проживать в другой стране. Бизнес может быть в другой стране. Капиталы в другой стране. Научные, культурные, художественные связи, интересы. Для нашего времени это еще более распространено, чем для времени Толстого. Потому что процессы интеграции народов во всем мире усилились. И мысли Толстого о необходимости укрепления межнационального общения, международных связей и всемирного братства народов ради мира на планете и избавления от угрозы войны особенно актуальны в наше время, когда следующая война может быть ядерной и может кончиться гибелью для планеты. Поэтому правильны мысли Толстого о том, что в наше время идеологии человечества и человека не должны стать разделяющие народы патриотизм, ставящие свою страну и свой народ выше других и приводящие к вражде народов, а бывает и воинам. Но чувство дружбы, единения со всеми народами. Потому что все мы живем на одной планете. И наша задача сохранить ее и жить в мире и дружбе. И в заключение я хотела бы вспомнить мысли о патриотизме еще одного крупного представителя русской культуры философа Чаадаева. Любовь к родине разделяет народы, воспитывает национальную ненависть и подчас одевает землю в траур. Любовь к истине распространяет свет знания, создает духовные наслаждения, приближает людей к божеству. Не через родину, а через истину ведет путь на небо. Чаадаев произведение антологии сумасшедшего. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok